В этом музее не бывает людей, равнодушных к истории России. ГУЛАГ, так с одним словом, аббревиатурой Главного управления лагерей и мест заключений, ассоциируется террор, массовые убийства и тюремные сроки, которые испытали на себе миллионы людей при советской власти в СССР. 16 мая в музее ГУЛАГа в Москве впервые в России открылась выставка «Репрессированный буддизм». Подготовка выставки прошла при участии в музее ГУЛАГа, Российского этнографического музея Санкт-Петербурга, а также известного российского будолога и редактора журнала «Буддизм в России» Андрея Терентьева. Вы знаете, дорогие друзья, мне кажется, сегодня важный очень день. И если бы он не был таким печальным, я бы назвал его радостным. Но когда мы говорим о гибели десятков тысяч буддийских монахов у нас в стране, которые были расстреляны, репрессированы, монастыри, в которых они жили, были полностью уничтожены во всех трех буддийских республиках, то, конечно, радоваться здесь нечем. Но я рад тому, что я дожил до того момента, когда мы можем об этом говорить открыто. Потому что я был, когда я впервые узнал об этом в середине 80-х годов, я был просто потрясен и мечтал, что когда-нибудь об этом можно будет рассказать. И вот благодаря сотрудникам музея ГУЛАГа, сотрудникам музея Российского этнографического музея, была создана эта выставка. Я думаю, что это только начало, потому что у нас в стране нет ни памятника, ни мемориала безвинно уничтоженным ламам. А для буддийских народов, для бурят, калмыков, тувинцев, это была не просто трагедия, это была национальная катастрофа, потому что была полностью уничтожена духовная элита народа. Тогда же не было никакой другой интеллигенции или никаких других образованных людей. Все образование было религиозным, и наиболее умные, образованные люди были в монастырях. И когда в процессе создания этой выставки мы сначала думали, в прошлом году мы издали книгу, подробную об этом рассказывающую, московского историка Синицына, «Красная буря», мы еще не понимали масштаба репрессий. Сколько было репрессировано, сколько процентов. А теперь мы знаем, что было репрессировано сто процентов. Что были только единицы, кто ускользнул с этих территорий тем или иным путем, которые выжили. И мы должны помнить об этом. И вот эта выставка – это первый такой маленький памятник трагически погибшим десяткам тысяч буддийских монахов и верующих. Почетным гостем на открытии выступил представитель его святишества Далай-Ламы в странах СНГ господин Наван Крабльял. Я очень счастлив быть здесь вместе с теми, кто пришел ради того, чтобы вспомнить и развить духовное наследие буддизма. Также я наполняюсь печалью, когда вижу эти фотографии о разрушении буддизма в регионах, где он был распространен. Потому что я видел руины монастыря Тразанг в Тубе и Буре, когда он был там в 1991-1992. Поскольку я своими глазами видел руины буддийских монастырей в Бурятии, Тубе и Калмыкии, когда я посещал эти места вместе с его святишеством Далай-Ламы в 1991-1992 годах. Не только буддизм, а и другие религии тоже садовали. Не только буддизм постигла такая судьба, но и остальные религии. Торжественная часть открытия выставки завершилась кратким молебном буддийского монаха из Калмыкии. После чего все посетители смогли ознакомиться с экспозицией, расположенной на нескольких этажах музея. Здесь в экспозиции у нас разбивается на два раздела. Вот в этом большом зале на стенах вы видите информационные стенды и копии фотографий. Эти фотографии и тексты подготовил нам как раз Андрей Терентьев. И идея такая, что мы рассказываем историю развития буддизма на территории России и доходим как раз до советского периода. А внутренняя часть экспозиции – это как раз основные тханки, через которые мы рассказываем философию. Вы заходите в этот круг, в окружение тханок, и внутри вы слышите, как про каждую тханку идет повествование. И здесь мы соприкасаемся с философией. Спустившись в подвальные помещения, посетитель увидит предметы реконструкции лагерного быта с нарами и карцером. И сможет легко ощутить атмосферу холода и ужаса карательной системы, в которую попадали невиновные люди, были здесь замучены или расстреляны. Двигаясь на звук песнопений древних текстов и мантр, в нижнем подвале музея можно обнаружить инсталляцию буддийской мандалы, отраженную на глади небольшого озера. Эта часть экспозиции символичным образом демонстрирует самый глубокий уровень подвига буддийских лам, осуществивших созерцание чистых миров будд, даже среди ужасов тюрем и лагерей. Многие посетители выставки, рассматривая фотографии и видеохронику, читая документы и стенды информации, с особым вниманием искали знакомые места своих предков, родителей или дедов. Я, например, увидел хронику документальную, и агентский доцент смотрю, какой сейчас, какой был раньше, в 1929 году, снимали немецкие кинооператоры. Очень впечатляющая выставка. Именно столько материала. Вот я уже хожу два часа, и уже не могу прямо уйти. Настолько информативно, интересно и полезно. Но так как буддизм всегда был и остается религией, значит, именно сострадания, то я думаю, что это и сегодня актуально. Карательная система ГУЛАГа коснулась многих семей и целых народов. Эта память сохраняется среди пожилых и молодых людей. В нашей семье тоже есть много репрессированных. Среди них есть тоже ламы. Нам бабушка наша рассказывала о своем старшем брате Агване, который был вораком Цугольского дацана. И когда всех лам репрессировали, его, как самого молодого послушника, оставили охранять, в общем, как бы все, что было оставлено в Цугольском дацане. Но он знал, предчувствовал, что его тоже репрессируют. И поэтому перед арестом он встретился с нашей бабушкой, тогда еще совсем юной девочкой, и вот сказал ей, что готов принять такую мученическую смерть и последовать вслед за своими старшими товарищами, вот ламами Цугольского дацана. Поэтому мы храним историю в нашей семье. В личной моей семье репрессии тоже коснулись, так как у меня погибло там двое дядей, моего папа, братишек. Они тоже от холода, потому что жить приходилось в очень тяжелых условиях. Велась пропаганда среди сибирского населения в том, что приехали людоеды, и была команда не впускать в дома людей. Но до сих пор наш народ очень признателен сибирякам, которые помогли в это тяжелое время для нашего народа. И многие вернулись только благодаря доброте этого народа. До трагического периода уничтожения буддизма в 20 веке В культурной и политической среде царской России буддистская религия воспринималась как неотъемлемая часть мультикультурного мира российского государства. Контакт с Востоком, с восточной философией, безусловно, для российской интеллигенции всегда был актуальным в России. Была очень, до, опять же, периода репрессии, очень серьезная буддологическая школа. То есть целая когорта ученых изучали буддизм и считали это важным. Более того, эту тему считала важной и императорская семья, с разрешением ведома которой был построен в Санкт-Петербурге Датсан. Не случайно, потому что столица должна была иметь храм буддийский, безусловно, наравне с храмами других конфессий. Уничтожение буддизма вперед советской власти носило тотальный характер. Давление на буддизм началось в середине 20-х годов, когда советская власть приняла решение, что буддизм это религия или идеология, враждебная Советскому Союзу, враждебная Советской власти. И сначала существовалось экономическое давление, то есть налоговое, налоговый прессинг, нажим на сфере ликвидации или, по крайней мере, сужения поля деятельности тибетской медицины, ликвидации буддийского образования. То есть постепенно, постепенно ужимали, ужимали, ликвидировали. А после начала коллективизации, когда борьба с религией в СССР приняла просто бросающие масштабы, это рубеж 20-х и 30-х годов, с буддизмом было решено покончить окончательно. И путем уже не просто нажима или административных каких-то мер, а путем именно репрессий, физического уничтожения либо заключения в тюрьмы и лагеря буддийских священнослужителей, да не только священнослужителей, а вообще рядовых верующих, буддийскую конфессию полностью ликвидировали. Возрождение буддизма в современной России – это тема, которой сейчас заняты умы многих людей. О важности буддизма для России в своем взгляде на будущее буддийской религии в нашей стране делит СССР автор выставки, переводчик и издатель Андрей Терентьев. Когда стало возможным говорить правду, люди снова обратились к своей традиционной религии, стали ее изучать, практиковать, но такое духовное сословие, которое у нас существовало в 30-е годы, возникнет еще, конечно, очень нескоро, потому что здесь естественный отбор очень большой. Ведь отбирались наиболее способные, наиболее талантливые мальчики, которые шли учиться. Там был снова отбор. Далеко не все доходили до конца 14-летнего обучения или 20-летнего обучения. То есть процесс создания духовной элиты занимает десятилетия, если не столетия. Но он уже запущен, он пошел. Ребята отправляли в тибетские монастыри, в Индию, где в полном объеме сохранились знания о буддизме. Многие из них уже закончили эти учебные заведения, вернулись в Бурятию, Калмыкию, Ту. Я надеюсь, что если ничего у нас снова не рухнет в стране, не возвратятся в сталинские времена, то буддизм найдет свое место достойное в нашей стране. Главное, что как он нам нужен, потому что буддизм учит любви, учит сострадания, учит мудрости. И что особенно для нас важно, учит религиозной терпимости. Буддизм, в отличие от всех других религий, не считает себя единственной истиной, единственной возможной. Буддисты говорят, что все религии несут добро, несут любовь, несут добрые качества, мораль, нравственность в массы. И это для нашей многонациональной страны очень важная позиция, чем позиция об исключительности той или иной религии. Поэтому я очень надеюсь, что буддизм у нас будет процветать и расцветать. Ну и мы все делаем, чтобы это происходило, сдаем буддийскую литературу. У нас много центров появилось буддийских и за пределами традиционных регионов распространения буддизма. Я думаю, надеюсь, что все это будет продолжаться. Выставка «Репрессированный буддизм» будет работать в Московском музее ГУЛАГа до 26 октября 2014 года. Продолжение следует...